Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Все из Крапивы и я Марина Мостовая. В этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом, как я сохраняю закваску. Закваску для бездрожжевого хлеба домашнего. Кошечки у меня тут помогают, играют киски. И мне интересно про закваску. У них свои темы. Но я люблю бездрожжевой домашний хлеб. И если вы смотрите это видео, я уверена, и вам нравится эта тема. Поэтому я поделюсь своим опытом, своими наработками. Возможно, у вас будут какие-то другие варианты сохранения бездрожжевой закваски в домашних условиях. Поэтому поделитесь ниже в комментариях. Будем очень благодарны. Если вы получили хорошую закваску или приобрели ее, только хорошую закваску, когда вы получили уже у вас есть хорошая закваска, вот тогда приходит время, стоит задуматься о сохранении этой закваски. Бактерии постоянно живут, постоянно развиваются, и, в общем-то, там живые организмы, они могут пропасть. Закваска может испортиться. Но чаще это как происходит. Оставляют, сохраняют заквасочку, ну, кисы. Вау! Вау! Видели, что вытворяют мои котята? Вот так всегда. Как только сядут снимать видео, обязательно котята тут, как тут. Сейчас пришлось их выдворить на улицу. Что вы думаете, они и там дадут нам спокойно снять видео? Нет. Сейчас в окно маленькое полезет. Кстати, несколько видео о чудачествах наших котят у нас есть на канале. Можете посмотреть их. Вообще замечательные, с котятками хорошо, но мы сегодня говорим о сохранении бездрожжевой закваски нашей для домашнего хлеба. И в первую очередь, если вы получили закваску, надо проверить, хороша ли она. Как это можно сделать? Да очень просто. Попробовать на язык, понюхать. Аромат должен быть очень фокусный в закваске. У зрелой закваски аромат хлебный и с чуть-чуть с кислинкой, с чуть-чуть со сладинкой. Ну, на вкус не могу сказать, что так, это вкусная закваска. Хлеб вкусный, а закваска, она и весь закваска. Когда уже будете делать несколько заквасок, то будете знать и на вкус закваску. А пока только если чувствуете, что аромат очень хороший, то это уже признак хорошей закваски. Как вы думаете, закваска, изготовленная в городских условиях и в деревне, будет отличаться или нет? Ну, многие скажут, нет, какая разница? Я не соглашусь, конечно же, в этом случае. Мы делаем закваску. Берем немножко муки, столовую ложку муки, так скажем, столовую ложку воды. Это все, это достаточно уже для хорошей закваски, для начала. Все это размешали в баночке или в кастрюльке и поставили между растущих, а особенно цветущих, кустиков, малины, смороды, там, где растет хмель, другие растения, фруктово-ягодные кусты и деревья, ваши грядки. Это можно сделать на даче. Но если дача, конечно, далеко от города, то так можно. Если рядом с городом, так не советую поделать. И вот такая закваска, мы ее называем солнечная закваска. Потому что вроде та же самая мука, та же самая ротниковая вода, может быть, тот же самый мед, кусочек меда, но закваска, она какая-то особенная получается. И сушим потом ее на солнышке. Сегодня буду рассказывать, как сушить закваску, вы видите уже, поддом, в сушилке. Но когда летом, можно сушить на солнышке. Конечно, надо смотреть за погодой, надо, чтобы навес был, ну, чистоту сохранить закваски. Но это, в жаркую погоду, это не проблема. Или на ветерке. Там нет мух, там печет солнышко, обдувает ветерком, закваска быстро сохнет. В теплую погоду, в солнечную, летом. Но сейчас зима. И у нас предстоит сегодня сушить по-другому. Прежде чем сушить, мы уже говорили сегодня, по запаху, по аромату, да, по вкусу можно, по внешнему виду. Не знаю, не видно, наверное, сейчас, но я потом поближе все покажу. Она такая користая, вся в пузыре, как заквасочка. Здесь у меня закваска на ржаной муке. Это остатки теста от прежнего, от прежнего замеса и выпечки хлеба. И добавила еще ржаной муки и воды. Все, что надо. Для того, чтобы подготовить закваску, или давайте я еще расскажу, как закваску-то определить, не только ведь по цвету и по запаху. Вот посмотрите, даже закваска, которая будет сделана в деревне, я считаю, что она намного лучше, чем городская, в городе очень часто покупают магазинский хлеб. Ну, это вообще неприемлемо, на мой взгляд. Если в доме есть с термофильными дрожжами, то нет чистоты эксперимента, чистоты создания закваски домашней. Дрожжи, они же и в воздухе есть. И если в вашей квартире какое-то время находится когда покупной хлеб, то это уже большой шанс, что у вас в квартире термофильные дрожжи. Как в таком случае быть? Надо просто приобрести хорошую закваску. Ну, либо если вы сделали закваску дома, то проверьте ее. Как я говорила, по цвету, по запаху, и самое главное, попробуйте изготовить хлеб. Хлеб на хорошей закваске, он сразу будет отличаться по своему вкусу. Вот посмотрите, мы из одной и той же муки, из одной и той же родниковой воде, используя разные виды заквасок, получаем разный хлеб. Какой именно вы выбираете для себя, это вам решать. Вы определите по вкусу и по состоянию своего организма, по состоянию здоровья. Можно понаблюдать за собой, если вы пользуетесь уже закваской, вы чувствуете эту легкость. Это состояние бодрости, радости. Ну, у кого как, по-разному, но все, кто пользуется, кушает бездрожжевой домашний хлеб на хорошей закваске, все без исключения, отмечают изменение состояния своего и здоровья, и просто обычного состояния. Поэтому, если у вас уже есть такая закваска, то самое время подумать о ее правильном сохранении. Да, обычно сохраняют в холодильнике, я об этом тоже расскажу, подкармливают ее, можно несколько способов еще рассказать. Сегодня пойдет речь о том, как мы подготовим сухую закваску. Это очень легко. Для этого понадобится, конечно, сушилка. Сейчас не лето, летом это будет, как говорила, уже сделать на солнышке. А сейчас мы будем сушить следующим образом. Поддон, сушилка изидри, или другая терморегулируемая сушилочка. Поддон мы смазываем маслом, но не сильно. Я убираю излишки масла с маска и промазываю тонким-тонким постараться слоем. Потому что жир, он же потом куда не денется, останется на закваске, но он не испортит хлеб. Мы часто добавляем растительное масло в свой хлеб для хрустящей корочки. для хрустящей, зажаристой. Очень любим мы все такую корочку. Все, этого достаточно. Можно даже излишки убрать, промокнуть, но у меня сейчас немного. Вот, и затем подготовленную заквасочку важно очень, вот если вы заместили закваску, докормили, да, не используйте сразу ее в сушку, не надо сушить, надо, чтобы она созрела, была на пике своем, то есть она уже начала бурлить, активно жить. Вот в тот момент можно брать ее, вот она у меня такая сейчас закваска, можно ее брать, выкладываем ложкой, ох, 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 и разровняем тонким-тонким слоем, стараться желательно этот слой делать не более пяти миллиметров, можно потоньше, я люблю тоненькую, чтобы она сохла, тогда быстрее будет сохнуть, чем толще, ну, тем дольше сохнет, и там другие проблемы появятся, я расскажу их, она начнет, ведь сейчас, когда вы поставите ее в сушилку, там бактерии еще не заснут сразу, сохнуть закваска будет долго, сразу бактерии не заснут, а нам надо усыпить их, они не погибнут, они останутся жить, но они заснут, и пока они не заснут, они будут продолжать, поднимать вот это все тесто, поэтому чем тоньше этот слой, тем меньше она поднимется, и тем быстрее высохнет, все, достаточно, даже можно немножко убрать, чтобы лишнее не было, смотрите, тонким-тонким слоем, сделать заквасочку надо, тугую не надо делать, густоты сметаны, даже не самой густой сметаны, тогда она можно, видите, я быстро очень разровняла тонким слоем, если бы была у меня закваска более крутая, побольше теста и поменьше воды, то я бы это делала намного дольше, растягивала бы это тесто, поэтому, конечно, жидкости больше, но вы увидите, я покажу этапы сушки, и сохнуть она будет намного лучше, посмотрим, что будет с ней через некоторое время, ставим это в сушилку, у нас сушилка и зигри терморегулируемая на самый минимальный, на самую минимальную температуру, на самый минимальный уровень, почему, да, это понятно, наверное, да, чтобы сохранить бактерии, сохранить дрожжи, но в то же время их усыпить, под легким ветерком они просто будут засыхать и засыпать, давайте посмотрим, через некоторое время встретимся. Продолжаем наше видео на следующий день, хотела показать этапы сушки, но вот прошли только сутки, и посмотрите, как высохла наша закваска, очень тонкий слой разложила, а с ознанки даже видны поры, очень тонкий слой и высох за сутки, обычно закваску сушили двое и трое суток иногда, сейчас что делаем, измельчаем всю эту заквасочку, посмотрите, здесь уже подготовила, можно вот так, крупными кусочками, можно средними, можно мелкими, я советую как можно крупней, чтобы меньше было контакта с кислородом, но если и так измельчение, то тоже хорошо, почти в муку надо измельчить, только непосредственно перед самым применением закваски, как применяем закваску, как используем сухую закваску, мы подготовим следующие видео, смотрите наше видео на нашем канале понедельник, среда, пятница выходит видео, подписывайтесь на наш канал, на этом пока все, да, еще не сказала хранить хранить заквасочку надо в любом виде, вот в таком измельченном в стеклянной посуде в сухом месте, желательно прохладное место, до свидания, до новых встреч, до новых субтитры